митинги в хабаровске сложная тема просто потому что как и в любом протесте как и в любой социальной реакции здесь есть очень много слоев с одной стороны я думаю что действительно определенный процент и больше как мне кажется процент людей которые вышли на улице и не выходят оттуда уже вот фактически месяц это люди которые чувствуют себя в некоторой степени обманутыми это люди которым привели кандидата человека как в общем то проверенного человек который до этого три срока просидела депутатом государственной думы он был в законодательном собрании хабаровского края то есть человек проверенный 20 лет в публичной политики и этот человек им понравился он приглянулся им им понравилось в общем то как он работает его стиль руководства и так далее и вдруг этого человека по некому обвинению просто-напросто забирают под белые рученьки и увозят в москву вот это вот состояние фрустрации как я его понимаю которая возникла у многих жителей дальнего востока она мне вполне объяснимо естественно сегодня у власти и у правоохранительных органов очень сложная задача по предоставлению на мой взгляд абсолютно железобетонных доказательств вины сергея фургала потому что ничто другое людей сегодня убедить не способна потому что иначе просто вся эта история которую уже априори очень громкая не знает вся страна благодаря соцсетям благодаря новостным выпускам и так далее естественно эту историю просто так замять наверное не получится то есть и не нужно собственно мне кажется и таким образом заминать потому что людям надо внятно объяснить собственно а что же произошло почему это произошло опять же фактор личности сергея фургала да вот то как его называют народный губернатор на мой взгляд это повод задуматься вообще абсолютно всем потому что то что он смог вот таким ну в общем то с точки зрения политических технологий видит бог абсолютно не хитрым способом достучаться до людей то есть личные встречи с блогерами с общественными деятелями и так далее предложить чашечку чая девушкам который устраивают пикеты около здания и так далее так далее даже то как он сейчас себя ведет в сизо лефортова когда дает какие-то собственно свои интервью не присылайте мне еду она стоит денег пусть они будут у вас там не присылайте мне икона мне все равно там не разрешат их пронести и так далее так далее то есть вот это вот забота о народе я не знаю этого человека лично то есть я не знаю это искренняя забота это некая игра на публику но понимаете в данном случае совершенно не важно потому что мы видим как люди реагируют на человечность чиновников а как люди реагируют на чиновников действительно с таким вот на приятным для них лицом и как они готовы чуть ли не грудью идти и защищать таких людей то есть мне кажется с точки зрения политических технологий для власти это вообще стопроцентный рецепт того как нравится людям потому что ну вообще строго говоря у любой власти есть задача длить самая себя а за счет этого нужно нравиться людям а нравится людям можно если действительно с ним находиться в диалоге и поэтому любые протесты то что происходит сейчас в хабаровске то что происходит в белоруссии то что ли в на в на ближнем востоке люди выходят на улице этот вот длинный период который мы знаем как арабские весны можно дальше как бы все это длите и рассматривать глобально там ситуацию с цветными революциями до которые начались у нас в конце двадцатого века все это очень разное с одной стороны но у всего этого есть всегда некий общий главный момент если происходят протесты власти сто процентов есть о чем задуматься и не надо бояться протестов это вот мое глубокое убеждение потому что протест особенно мирный это всегда сигнал власти что вот здесь нужно доработать и нужно взять и доработать это власть тем самым сможет себя продлить еще очень долго вот этот диалог власти и общества безусловно необходимо выстраивать истина как говорили в секретных материалов всегда где-то рядом где-то посередине это действительно так потому что когда мы с вами говорим про некую форма протеста стародавние времена да там какой-нибудь емелька пугачёв или стенка разин там заподозрить некое внешнее политтехнологическое влияние было бы очень сложно но просто в силу того что информационная глобализация да и глобализация вообще еще не состоялась сегодня когда мы говорим с вами о сценариях протеста именно что сценариях мы всегда говорим о десятках случаях в десятках стран поэтому безусловно определенная модельность существует эффект карточного домика лесного пожара цепной реакции как угодно это называете когда у соседа начинается волнение и тут же это служит триггером в самой стране так а что у нас не так а у нас а у всех всегда есть какая-то область который что-то идет не так собственно если почитать такие базовые книги по цветным революциям того же самого шарпа то в общем-то схема как сделать так чтобы в абсолютно любой стране люди вышли на улице схема ну да безобразие простая более того она работает в том числе и против своих создателей как показала жизнь потому что те протесты в которых с 25 мая прибывает америка и они не проходят мы просто уже привыкли к этим новостям они перестали быть такой ну самый свежий скажем политической повесткой но если посмотреть скажем вчерашние новости что происходит в чикаго там происходит абсолютно разброта шатания и анархия поэтому формат найти слабую точку в глобальной системе эту самую точку начинать раскачивать найти людей которые согласятся этим заниматься в самой стране и получить некий результат такая классическая схема любой цветной революции любого митинга смены власти в любой стране это действительно работает то есть все понимают как это на в теории выглядит но на практике большая часть стран к сожалению противодействовать вот этой дьявольской схеме дьявольской своей простоте и эффективности я имею ввиду к сожалению мало кто может